МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ТВЕРЬ УНИВЕРСАЛ БАНК ТВЕРЬ УНИВЕРСАЛ БАНК ТВЕРЬ УНИВЕРСАЛ БАНК машиной. И Володя подлез под днище со своим пулеметом и буквально в упор расстреливал маджахедов, спасая и прикрывая своих ребят. Владимир Елизаров – главное гордость этой улицы. Несмотря на будний день, почтить память Володи, как его называют в родном дворе, пришло столько людей. Наш подъезд помнят все, что все сюда выезжали в этот дом как бы давно, и они его и знали, и помнят. Так что мы гордимся своим земляком. Приятно, когда помнят не только героев Великой Отечественной, но и наших современников, говорит дядя Владимира Елизарова Михаил. Я воспелёнок знаю и воспитывал, можно сказать. До школьного возраста мы вместе были. Потом уже мы как бы разъехались, стали, я уехал. Жили вместе, да, до школьного возраста жили. Мы с тобой, с ним втроём, можно сказать. Кстати, памятная доска в честь нашего земляка не единственная достопримечательность 18-го дома на улице Хромова. Здесь же располагается рубеж обороны Великой Отечественной войны. Уже через неделю стартует главное приключение лета. Кто знает, тот поймёт. О том, как фестиваль планируют провести организаторы и какие звёзды выступят на нём после многолетнего перерыва, вы узнаете из следующего сюжета. В этом году на главной сцене фестиваля выступит, как всегда, много любимых россиянами коллективов. Но самое ожидаемое, пожалуй, будет после десятилетнего перерыва. Группа Земфира последний раз была на нашествии в Раменском в 2002 году. Что интересно, тогда же был зафиксирован рекорд по посещаемости, который до сих пор не удалось побить. ДДТ покажут грандиозное шоу с огромным экраном и специально подготовленным видеоартом. Также этим летом выступит долгожданный участник группы «Аквариум». Но основной фишкой фестиваля 2012 станет творчество Виктора Цоя. 21 июня Виктору Цоя исполнилось бы 50 лет. Такой вот юбилей в этом году большой. И мы приняли решение попросить артистов включить свои сеты, ну хотя бы по одной песне Виктора Цоя. И все это, конечно же, восприняли положительно, все согласились. Поэтому каждый, кто выходит на сцену, обязательно споет какую-нибудь песню, может быть, даже не одну из репертуара группы «Кино». В плюс к главной на фестивале будет еще две сцены. На одной будут выступать музыканты, которые по тем или иным причинам не звучат или мало звучат в эфире нашего радио, но при этом являются актуальными и интересными с музыкальной точки зрения. На другой сцене выступит порядка 30 молодых, но уже рок-групп. Помимо этого ожидается интересная и обширная не музыкальная программа. Это будет специально подготовленная зона общей площадью 500 квадратных метров. Организаторы обещают пластиковый лед, который приспособлен для катания на коньках, которые, кстати, будут выдаваться на прокат. В этом году фестиваль откроется театральной постановкой. Это будет спектакль «Зажги мой огонь» – лауреат «Золотой маски». А в одну из фестивальных ночей любители рока увидят новинку синематографа – фильм «Рок на века» в главной роли с Томом Крузом. Закрывать фестиваль будет группа «Чаев», которая завершит свое выступление в 11 часов вечера. Хорошая новость для любителей экстремального вида спорта. В Твери открылся еще один скейт-парк. Юные жители нашего города уже опробовали новый комплекс. Первая площадка для занятий экстремальными видами спорта в Твери была открыта в Парке Победы. На очереди скейт-парк в микрорайоне Южный. Комплекс стоимостью 4 миллиона рублей вырос буквально за пару месяцев. Сегодня мы открываем скейт-парк, который был построен на условиях софинансирования, с областной финансированием 50 на 50, с финансированием администрации города. Безусловно, мне бы хотелось обратиться к тем ребятам, которые будут приходить и пользоваться скейт-парком, соблюдать правила, которые расположены перед площадкой и сохранять, так скажем, охранить в нужном порядке те объекты, которые расположены в рамках скейт-парка. Разгонные горки, фан-боксы, халф-пайпы. Людям, не посвященным, эти термины не скажут ни о чем. Элементы скейт-парка покоряются тверским экстремалам на велосипедах и роликах. Отныне им не придется отрабатывать сложные трюки на городских улицах. Мы просто прыгали на улицах, ездили. Чем на улицах здесь приятнее кататься, чем на улицах. Там как бы просто прыгать неинтересно. Скейт-парк в Южном не последний спортивный объект, запланированный к открытию на это летом. Популярность различных видов спорта набирает обороты, а значит и площадок будет становиться больше. Присяга первых полицейских состоялась в пятницу в Центре профессиональной подготовки у МВД. Торжественную клятву служить Родине дали 112 человек. Товарищ генерал-майор, личный состав Центра профессиональной подготовки для торжественного принятия присяги сотрудника Органа внутренних дел построен. Докладывал начальник Центра профессиональной подготовки, полковник полиции Панцхова. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ генерал-майор! Вольно! Вольно! Добрый полковник, слушайте, Лемешев, за принятие присяги к рыбам. Я, Лемешев Михаил Сергеевич, вступаю на службу в Органы внутренних дел, торжественно присягая на верность Российской Федерации и ее народу. Клянусь при осуществлении полномочий сотрудника Органа внутренних дел, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, свято соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы. Быть мужественным, честным и бдительным при осуществлении служебных полномочий, достойно исполнять свой служебный долг и, возможно, на меня обязанности. По обеспечению безопасности, законности и правопорядка. Хранить государственную и служебную тайну. Служу России, служу законом. Служу Россией, служу законом. Служь, что Лемешев, всякую прибыль. Распешимся. Ставь, строй! И-два! И-два! Что? И-два! 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 И-два-тalan! А сразу после присяги свое мастерство продемонстрировали бойцы СОБРа. Показательные выступления высотной подготовки, отработки захвата вооруженных преступников и освобождения заложников с приемами рукопашного боя мы предлагаем посмотреть и вам. Объявляется закрытым. Штурмовая группа вывешивается на подсад здания. Одни из офицеров в развороте проводят разведку и передают информацию. Затем применяют свето-сумовую гранату. Бойцы, дезонтируются на ванады окон с последующим. Лива проникновения внутрь. При остановке транспортного преступления содержится. Лива проникновения. Специальной системой обстановки транспортного средства является подрыв. Руходовое счастье и уничтожение технических агрегатов в автомашине. Проявляет осмотр обезвредил взрывную устройство. Поскольку приходится применять это и в средствах индивидуальной защиты, и на различных поверхностях грунта. Весь тренировочный процесс, как правило, проходит максимально приближенный к боевым действиям. С использованием практически полного контакта. Для того, чтобы каждого бойца не вырабатывал чувство дозированности нанесения ударов. Дверь Универсал Банк. Устойчивая в динамичном. На носу главный Тверской праздник. День города. А это значит, что 30 июня в субботу тверетянам предстоит увидеть немало интересного. Главное ничего не пропустить. Афиша от Елены Глушковой. Хороший день начинается с хорошей зарядки. Разметься перед длинным праздничным днем и получить заряд бодрости можно будет в 10.30 на городском пляже, стадионе «Химик» или в горсаду. Театрализованное шествие с участием известных личностей от Михаила Тверского до Афанасия Никитина пройдет от Смоленской площади до городского сада с 12 до 13 часов дня. Улицы Трехсвятская и Бульвар Радищева уже традиционно станут территорией здорового образа жизни. Выставки, медицинские консультации и развлекательные мероприятия ждут всех, кто заботится о своем здоровье с 12 часов дня до 6 часов вечера. Здесь же с 11 до 16 часов пройдет масштабная детская программа, кульминацией которой станет шоу-парад колясок с участием малышей до полутора лет. Людям, сильным не только духом, но и телом придется по вкусу фестиваль силовых видов спорта. Увидеть состязания по пауэрлифтингу, гиревому спорту и тяганию автомобилей можно будет на набережной Афанасии Никитина в полдень. Место сбора всех меломанов – площадку спорткомплекса «Юбилейный». И здесь с 4 часов дня до половины первого ночи всех собравшихся будут развлекать известные творческие коллективы Твери и области. А хедлайнером станет группа «Сургановый оркестр». С наступающим вас днем города выходные обещают быть жаркими. И теперь обещанное. В каких направлениях будет двигаться Тверская область в ближайшие годы? Какими средствами прокладывать экономические, социальные и культурные дороги развития? Андрей Шевелев выступил со своим первым посланием Законодательному собранию области. В послании Андрей Шевелев подвел итоги первого года своей работы на посту губернатора, а также поставил задачи на ближайший год и среднесрочную перспективу. К основным достижениям минувшего года я отношу выход экономики региона на докризисные показатели. Наметившийся рост производства в промышленности и сельском хозяйстве. Реализацию ряда крупных инвестиционных проектов. Снижение уровня безработицы. Создание основ современной системы государственного управления. Обеспечение стабильной ситуации в ЖКХ, период отопительного сезона. Повышение уровня оплаты труда учителей, воспитателей, медицинских и социальных работников. Сохранение и развитие самой крупной в Центральном федеральном округе системы социальной поддержки населения. Для дальнейшего развития необходим стратегический подход во всем. От перспективных планов развития региона до организации работы администрации сельских и городских поселений, подчеркнул губернатор. Уже начата работа по созданию стратегии развития Тверской области до 2030 года, а также программы социально-экономического развития Верхней Волжи до 2020 года. Акцент в действиях региональной власти будет сделан на социальной составляющей. По мнению главы региона, концентрация сил требует сферы, которая прежде всего определяет повседневное благополучие человека. Особое место здесь занимает жилищно-коммунальный комплекс. В регионе разработан план модернизации сферы ЖКХ на ближайшие пять лет. За ним стоит как замена коммуникаций, так и обеспечение отрасли современной техникой и технологиями. Отрасль не должна и не будет развиваться за счет населения. Привлечение инвестиций на основе частного государственного партнерства, разработка и реализация инвестиционных программ – ключевые задачи для всех муниципалитетов на 2012-2013 годы. Региональная власть не останется в стороне. Уже в этом году будет организовано субсидирование работ по обеспечению многоквартирных домов приборами учета тепла, воды, газа. Еще один шаг сделан из сферы ЖКХ – это создание единого регионального информационного центра, а также саморегулируемой организации управляющих компаний. Другая сторона вопроса – просроченная задолженность за энергоресурсы, которая тормозит развитие отрасли. Для исключения подобных ситуаций в дальнейшем будет создан единый расчетно-кассовый центр, который обеспечит прозрачность финансовых потоков. Тем не менее, значимая сфера в социальной политике региона – здравоохранение. Этот год для отрасли ознаменован реализацией программы модернизации, которая позволит капитально отремонтировать и переоборудовать многие медицинские учреждения области. В то же время глава региона обозначил необходимость решения таких вопросов, как повышение уровня оплаты труда медиков и обеспечения их жильем. Правительство Тверской области ведет работу с федеральным центром по распространению практики предоставления подъемных врачам, направляющимся на работу не только в сельские, а они составляют миллион рублей, не только в сельские районы, но и в небольшие городские поселения. Наша общая задача с муниципалитетами – обеспечить медиков жильем. Особое внимание Андрей Шевелев призвал уделить вопросам демографии, в первую очередь стимулировать рост рождаемости. Назрело необходимость создания областного центра поддержки семьи, подчеркнул губернатор. Еще одна составляющая демографической политики – доступность дошкольного образования. Существенная работа по ликвидации очередей в детские сады была проделана в прошлом году. Очередь сократилась до 4200 детей. Наибольшие трудности с обеспечением детскими дошкольными учреждениями имеются в 9 муниципальных образованиях, в числе которых Тверь, Торжок, Вышний Волочок, Калининский район и ряд других. Задача – сократить очередь на 1600 человек в 2013 году и в минимально возможные сроки ликвидировать ее полностью. Важнейший проект в области поддержки семьи – бесплатное предоставление земельных участков многодетным родителям. Губернатор отметил, что пока только отдельные муниципалитеты приступили к выделению земли. Пионером здесь стал Лихославльский район. Андрей Шевелев поставил задачу всем городам и районам начать реализацию программы в этом году. По мнению губернатора, в целом систему социальной поддержки населения региона необходимо сделать более адресной, в том числе через внедрение в текущем году социальных контрактов. Комплексной поддержки требуют и вопросы молодежи. В первую очередь решение жилищного вопроса через социальное строительство, специальные ипотечные программы, а также предоставление государственных субсидий семьям с детьми. Однако реализация социальных функций возможна только при успешном развитии финансово-экономической системы, подчеркнул глава региона. Здесь важную роль играет работа по привлечению инвестиций. Мы должны продолжать привлечение крупных инвесторов во все отрасли нашего хозяйства. Сегодня инвестиции главным образом вкладываются в Тверь, Калининский и Конаковский районы. Могу отметить определенные успехи Торжка, Торжокского и Ржевского районов. Задача текущего года – формирование инвестиционных площадок на территории каждого муниципального образования. Назрело создание ассоциаций инвесторов Тверской области. Важнейшее направление экономики – промышленность. Особое внимание здесь будет уделено ключевым отраслям. Машиностроение, химическая промышленность, лесной комплекс, пищевое производство, информационные технологии и энергетика. Между тем масштабные преобразования в общественно-политическом и социально-экономическом развитии требуют новых подходов в территориальном управлении, считает Андрей Шевелев. В минувшем году были сделаны важнейшие шаги по формированию вертикали власти в регионе. Задача текущего года – завершить формирование эффективной системы управления Тверской областью, усилить ответственность за принимаемые решения и их последствия. Основные принципы работы такой системы – ориентированность на результат, компетентность, открытость. Что касается строительной отрасли, то здесь приоритетное направление на ввод строй незавершенных объектов, создание единого плана строительства и капитального ремонта социальных объектов, а также разработка программы строительства социального жилья. Особое внимание будет уделено и дорожной отрасли. В 2011 году был создан региональный дорожный фонд. Его консолидированный бюджет превышает 4 миллиарда рублей. В 2012 году в Тверской области запланировано отремонтировать такое же количество дорог, как и за предыдущие 4 года. В сельском же хозяйстве среди перспективных направлений – скороспелое мясное производство, молочное направление, а также льноводство. В работе всех сфер большую роль может сыграть общественность, считает Андрей Шевелев. По его словам, необходимо организовать работу общественных советов регионального и муниципального уровня таким образом, чтобы они были встроены в процесс решения значимых вопросов. С совместными усилиями всех ветвей власти и общественности область может добиться положительных изменений во многих отраслях, выразил уверенность губернатор. По словам председателя Законодательного собрания Тверской области, со своей стороны парламентарии нацелены на такую работу. Губернатор очень четко и конкретно в разрезе всех отраслей и всех уровней власти поставил задачи как и стратегического развития, так и тактического характера. И сегодня задача уже депутатов Законодательного собрания отрабатывать в первую очередь в виде принятия и рассмотрения законопроектов, как реализовывать те направления, которые сегодня предложены губернатором. Я очень рад, что начат разговор в послании сразу с вопросов ЖКХ, обратили внимание, и очень глубоко и конкретно. Причем, значит, вопросы, которые ставил губернатор в послании, они самокритичны. Они не ура-ура, они самокритичны и нацелены на то, чтобы в этом вопросе поправить дела. По словам председателя общественной палаты Тверской области Лидии Тумановой, послание губернатора – важный сигнал для всех. Для общественности стало значимым услышать поддержку со стороны главы региона и их планов, например, по созданию общественных помощников, участковых инспекторов. И отрадно то, что губернатор в своем послании практически по всем позициям апеллировал к общественности. И для общественной палаты Тверской области важно то, что оказалось, что вектор наших действий един. Для муниципальных образований важным моментом стало продолжение региональной политики в поддержке муниципалитета, в частности, в вопросах софинансирования по социально значимым объектам. В то же время на местах понимает общерегиональные задачи. При этом главы отмечают, что здесь готовы помогать областной власти. Я лично, как глава администрации, как представитель совета, готов рукава застучить повыше и начать работать в реализации того послания, которое губернатор на сегодняшний день озвучил. По словам депутатов, послание губернатора затронуло все сферы. Немаловажно и то, что был озвучен вопрос развития сельских территорий, говорит депутат законодательного собрания региона Владимир Данилов, в частности, малокомплектных школ. Сегодня мы получили ответ от руководителя региона, что сельские малокомплектные школы, они будут сохранены там, где они действительно нужны. И если эта школа перестает существовать в силу объективных причин, то она впоследствии будет социокультурным центром. Это очень важно. Послание было нормальное, четкое, ясное, продуманное, не шаблонное. Видно, что человек уже, можно сказать, освоился с Тверской областью. Вопросы, перспективы развития знает, и поэтому, не нажимая на цифры, а конкретно было все ясно. Он захватил и политику, и экономику, и образование, и ЖКХ, и село, и промышленность, и строительство. А на этом у нас все. Мы поздравляем вас с наступающим праздником. Желаем вам хороших выходных. Счастливо, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok